В мути, в иле, в грязи, насчет химикатов точно сказать не могу, но река очень грязная, почти засвела. В реке метров 500 пройтись, то там вообще все грязь, вообще такая жест, ну, сильно. И водоросли пропадают, гниют, и вот эта вся мути начинает зацветать, и вот это все сюда плывет по течению. Дело в том, что, скажем так, из 70-х годов уровень воды примерно на полтора метра понизился. Никогда одна заросшая не была. Ничего хорошего с ней не происходит, к сожалению. Тайня близкая катастрофе. Близкая. Потому что я на ней вырос, знаю хорошо реку. Знал. Сейчас это совсем другая. Относится к ней не так, как стоило бы относиться. К химикатам сейчас взяться неоткуда, потому что производства на берегах нет. Ну, вот. Ну, застройка, вот, конечно, не помогает реке. И потом, то, как ее чистили в 90-х годах, тоже вызывает удивление. Да, не чистили, это было углубление дна. Лестницу, лестничный пролёт, мовит, начиная с верхней ступеньки, да, и вниз. Ну, по понятным причинам. Это логично. А когда реку начинают прочищать здесь кусочек, там кусочек, следующий повык затягивает все, что прочищено. И надо сесть сверху и до низу. Радикально. Я понимаю, что в бюджете вряд ли такие суммы найдутся, но... Ну, логично. Было бы сделать так. Я здесь давно живу. Обмелела, загрязнилась, заросла камышом. Это правда. Сельский совет должен, наверное, всё-таки чистить её периодически. Земснаряд или что-то привлекать сюда, чтобы прочищать дно, чтобы протоки, какие-то ключи, которые в ней есть, чтобы они пополняли реку. А так как она заброшена. Ещё здесь эмонтировали мост. Тоже очень много сделали. Насыпали песка. И она почти сделалась прям, ну, я не знаю, шириной, может, метров десять. Ну, рыб меньше стала, как её почистили когда-то. Рыб меньше стала. Лень пропала, ясень не вижу. Мелела, заросла. Её никто не чистит. Вы посмотрите, сколько камыша с моста. Ну, надо заниматься речкой. Земли много навозили, отходы всевозможные. Ну, и, в общем, нужно, как говорится, реабилитировать речку. В своё время я проехала с одним профессором-экологом у нас в Воронежском университете. Она преподаёт по Усманке. И посмотрели, что же на самом деле у нас происходит с Усманкой. У нас в Усмане существует так называемый губернаторский остров. Что он из себя представляет? Это, конечно, дома очень приличные, но дело даже не в этом. Дело в том, что русло реки, которое чуть выше этого острова, оно пересохло. Там даже остались, если вы сейчас туда проедете, но русло реки видно в виде такой дороги из камышей. И там даже сохранились мостики, с которых в своё время дети прыгали и купались. Значит, почему этой реки не стало? Дело в том, что когда они расчищали себе широкий хороший плёс, там прекрасная вода, там вода, как слеза младенца, и углубляли реку, то в результате река ушла к ним туда. А дальше, в районе стадиона, там есть сброс канализационный, где люди сбрасывают просто прямо в реку свои фекалии. То есть люди сами засыпают себе пляж. Строительство в зоне потопления. Это экологически огромный ущерб реки. Если распахать пойму реки, то с весенними водами вода, вот этот грунт, он весь смывается в реку. Трава просто не даёт грунту. В результате затягивается русло реки, перекрываются, затягиваются родники, и река не получается его питания. Вот такую серую полосу. Это паводковые воды оставили после себя вот такую черту. То есть мы сейчас находимся в зоне затопления. То есть все, что вот здесь вот насыпано, вот и эта куча, вот и этот, ну, посмотрите, оператор, вот этот чернозем. Все это, если не убрать, то паводковые воды, все это затянуто в реку.